здравствуйте друзья у нас сегодня гости на канале зовут наташа приехала как давно приехал в америку в америку мы приехали около пяти лет назад но приехали славный город нью-йорк так оттуда примерно полгода назад приехали сюда в калифорнию то есть вы из воронежа вообще воронежский или вы просто там оказались воронежские коренные коренные степные есть степи вас есть скорее котята с улицы лизякова как мультики так можем сказать что лучше воронежа нет города нигде ну кроме наверное мантен бью хорошо а это правда что в воронеже много делают колоколов ринды всякие колокола то большое колокольное производство как бы на тот момент когда мы там жили такого наверное еще не было было много колоколов церкви много придвигаетесь но это уже в использовании хорошо так вы давайте о себе немножко значит вы учились где я училась в воронежском пединституте английскому и французскому то есть далее педагог переводчик то правильные вещи учила смотри как английский а французский еще можете там очень мало понимать понимаю как собака да а разговаривать уже не могу может 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 нужно вспомнить да значит училась себе переводчика педагога дальше что делаю вообще-то на самом деле моя американская история началась больше полжизни назад я приехала сюда в 96 году впервые а на целый год как студентка по обмену штат северная каролина а вот ну как там там классно там ковбои пистолет вот ну там да там как бы как техас только немножко по севернее так это вы в каком-то курортном месте были нет я была не в курортном месте я была скорее в аграрном месте где выращивали табак делали сигареты так что в юном тинейджерском возрасте я насмотрелась но дело в том что когда смотришь что все дымят становится как-то скучно что я буду как все ну как то это окей подождите так я извиняюсь а это вот табачные плантации это в основном афроамериканцы там кто там там кстати масса латино хорошо а вы были студенткой то есть вы не были уж прям тинейджером мне было 16 лет в те давние времена и я заканчивала там школу подождите вы не были студенткой института а вы приехали по школьному обмену да совершенно верно то есть из Воронежа так нормально раз и там все кто хотел все кто хотел все поехали я бы не сказала что все кто хотел там у нас этот конкурс проходил в течение девяти месяцев три этапа на одно место было около ста желающих вся воронежская область ехалась все захотели уехать в америку окей хорошо вы приехали пять лет назад вы сказали с супругом с супругом значит то есть детка уже тут родилась или была детка уже была детка была трехлетняя приехала сюда и в общем то очень быстро нашла общий язык со средой сейчас говорит по-английски лучше чем по-русски ну понятно за пять лет конечно хорошо значит то есть супруг у вас был воронежский не то что вы здесь нашли супруг воронеже вот я это другие девчонки может интересуются воронеже там с парнями нормально все? да с парнями все отлично особенно с девелоперами с программистами то есть есть такое? да конечно приезжайте девчонки посмотрите обратите внимание хорошо а тут воронежские едут сюда воронежские там программисты-то девелоперы? воронежские как я понимаю в основном едут в нью-йорк и так как в нью-йорке есть возможность как бы есть несколько компаний которые имеют офисы в воронеже и в нью-йорке конечно можно приехать поработать он сайт вернуться посмотреть подумать принять решение при большевиках как я понимаю воронеж был очень серьезным индустриальным центром там очень много было и производства серьезного и разработка серьезная была то есть с точки зрения кадров и кузницы кадров и всего прочего это должно быть место вполне продвинутая так понимаю инженерно очень продвинутый город режимные предприятия до сих пор да то есть она до сих пор продвинутая инженерная культура хорошая хорошо ладно то есть есть где учиться там конечно политех универ я извиняюсь такое не для девчонок но так вообще девки симпатичные но вообще-то на этот на этом надо остановиться царь петр первый основавший воронеж и построивший там свою первую верфь откуда все в общем-то корабли государства российского пришли впоследствии ну легенда ходит а река там какая там река воронеж сейчас воронежское водохранилище там много вообще а впадает она куда я извиняюсь ой господи дрожала бы я еще с географией ну то есть зачем петру строить в таком месте то вот но на тот момент была судоходная река сейчас как бы тоже в принципе кораблики плавают так давайте возвращаемся к девчонкам да к самому главному он опять же легенда ходит и легенда до сих пор находит все подтверждения в реальности а он чтобы его работники которых он привез там из германии из разных стран чтобы они все держались собственно одном месте туда еще привез огромное количество красивых женщин чтобы так сказать никто никуда не разбежался ну и вот то есть кого подряд не пускали кого попало там конечно был строгий отбор так что да тоже опять же умные мужчины красивые женщины но там как бы и война прошлась да очень серьезно прошлась война там как раз речка делит город пополам на левый берег и правый берег вот правый берег был снесен разрушен полностью есть несколько памятников войны которые в разрушенном состоянии так вот и хранятся чтобы помнили а левый берег он конечно народ помнит или вот как как всегда там все это как бы это там далеко как сказать мне кажется помнит опять же кто в каком круге наверное общаются но без моих знакомых друзей да родственников но приехали вот вы вы как себя попали вообще пять лет назад муж приехал работать сюда по рабочей визе да муж работала я была по нерабочей визе при мужа при мужа естественно хвостами такими хорошо хорошо ну так вы в нью-йорк приехали да а из нью-йорка вы приехали вы уже грин карту получили как получилось когда мы в нью-йорке уже ее получили то есть мы там какое то время прожили и после этого в общем-то состоялась грин карта как много времени заняло от момента приезда до получения грин карты или может быть не до самой грин карты но вот например вашем случае до получения разрешения на работу У меня оно совпало с получением грин-карты. У нас был очень долгий, тернистый к ней путь с аудитами, проверками до девятого колена. Причем нам повезло, что это повезло, наша удача. Это было не по какому-то поводу. Не надо было предоставлять под какому-то конкретному вопросу дополнительный документ, а просто так, рэндом. И все. Это называется, в нашем время это называлось еврейское счастье. Вот, оно нас настигло и достало. Да, да, так. То есть вы можете теперь в синагогу ходить. Да, если что. Все, значит, ну ладно. Итак, жили все, никого не трогали, грин-карту получили. Когда? Сейчас я уже дату не вспомню. Как-то случилось. Примерно больше года назад, наверное, где-то. Хорошо, то есть вы здесь пять лет, значит, через четыре года у вас уже была грин-карта. Да. Ну, ничего. Все это время ваш муж работал где-то. У него была мысль, вот сейчас получу грин-карту, как сорвусь. Или наоборот, ему нравилось, и он думал, а чего уходить? Мой муж, он у нас такой лучшайзер. Он все время ищет как бы что-то лучше, круче найти, посмотреть, раскопать, познакомиться с кем-нибудь. Живчик такой. Да, вот он ищет возможности. Сначала, конечно, нравилось и хотелось просто привыкнуть к месту. Но Нью-Йорк, он же такой огромный в ней, его же за жизнь не обойдешь, там же столько всего. Да. И новые люди, и новые проекты, и, в общем-то. Движуха. Движуха тотальная, просто в 10 вечера все только начинается. То есть, ну, это на ежедневном как бы уровне, и на большом таком, более глобальном. Новые люди, новые проекты, все это. Пока привыкли. То есть, рекомендуете? Да, однозначно. В Нью-Йорк стоит окунуться просто, чтобы ощутить себя, ну, как сказать, в сверхконцентрации всего мира в одной точке. То есть, там можно найти все, что угодно, откуда угодно. Я хочу сказать, что при всех минусах, про которые люди знают Нью-Йорка, там есть такие плюсы, которые хорошо это все компенсируют. То же самое, как, например, вы можете жить там где-то, но если вы поехали в Москву, например, да, при всех минусах Москвы, которая там слезам не верит и так далее. Но при этом, при всем есть свои плюсы, я могу вам сказать. Поэтому Нью-Йорк место великое, конечно. Да, Нью-Йорк место эпическое, по-настоящему говоря. Слово какое. Слушай, какой словарный запас-то у людей? Прям как скажут. Ну, вот да, меня вот научили тинейджеры недавно. А-а-а. Такого слова. Подхватили, можно сказать. Ну, конечно, да, надо же оставаться как-то на плаву. Понял, понял. Вы-то и сами как-то недалеко ушли от тинейджера. Ты что там? Тинейджеры ее научили. Ну, время тикает, капает и как-то уже. Ну, ладно. Хорошо. Значит, давайте мы к нашим делам. Я не сказал с самого начала, но откуда я знаю Наташу, а я ее вижу первый раз. Вот вы ее видите первый раз, и я ее вижу первый раз. Но я с ней был знаком заочно. Вы вообще откуда про нас знаете? Опять же, вас нашел мой муж. Когда он... Что такое хорошо выйти замуж, друзья? Удачно. Да, да. На самом деле, как-то в Нью-Йорке стало понятно, что мои преподавательско-переводческие способности применимы, но мало. Там ситуация была какая. Там очень сложно было официально устроиться преподавателем в школу. Нужно было пройти какие-то такие огромные круги ада, что много моих русских знакомых, имеющих ученые степени, защитившие диссертации по физике, не могут преподавать физику в школе. Потому что, опять же, надо доказывать, что... Зато могут в университете, если возьмут. Вот именно. Но как-то было это все очень сложно, и мы задумались о смене профессии. Лично вы? Лично я и с мужем вместе. У нас был с ним проект, который, в общем-то, он, опять же, как обычно, кто у нас все затевает? Он затевает, он затеял. Мы хотели написать программу, которая обучает народ английскому языку с помощью построения словарного запаса. Ты читаешь интересные, нужные тебе книжки, лично поинтересующие тебя тематики, и собираешь сам себе словарик. И потом этот словарик у нас прокачивается, ты отмечаешь слова, которые знаешь, которые не знаешь. В общем, была такая стартап-идея. Я подозреваю, что такой софтвер уже есть и не один. Наверняка. Но мы решили, так сказать, наш еще попробовать. Ну, окей, он есть, а чем мы хуже? А давай мы тоже попытаемся. Естественно, на это все тестировщикам и идеологам. Как английский-то у нас кто в доме преподает? Посажена была я. И пришлось осваивать, что такое гитхаб, какие билды взять, что посмотреть. Прямо на месте. Но так как базы не было, я мужа мучила вопросами, отрывала от работы, мне сказали, окей, иди пучись. Я, конечно, хочу сказать, что вот от красивой женщины таких слов не ожидаешь. Я так слушаю, думаю, прямо вздрогнул. Гитхабом, говорит. Ну, ничего, там ничего такого нет. Гиткомит, гитпуш, а если дом горит, потом только можешь покинуть здание. Да. Вот был мне дан инструктаж. Да. Ну, хорошо. Значит, короче, вы так как-то приобщились, но тем не менее был открытый вопрос, как дальше жить. Да. И вдруг муж что-то нарыл в интернете. Муж нарыл в интернете, да. И муж сказал, о, они начали неделю назад, ну-ка бегом, попробуй. В конечном итоге не пойдет, будем думать что-то еще. Постойте, постойте. И вы меня как-то засмущали. Значит, вы пришли учиться в октябре прошлого года. Да. То есть, грубо говоря, 9 месяцев назад. До этого вы нас не знали. Вы наш канал не смотрели. Мне однако по-другому не знала. Форум «Говорим привет» вы не посещали. «Говорим привет» посещала и имела на нем свой даже блог. Но не смогла его долго вести, и как-то он у меня умер. Да. Там вы меня не заметили. Я знала, что вы существуете, но я как-то не включила тогда, в том времени, это в мою линию жизни. А когда муж сказал, смотри, у вас сошлось, что это вот те самые? Сошлось, да. Еще моя подруга до этого, которая как бы тоже пошла этим путем, она упомянула, что, Наташа, обрати внимание, может быть, муж подхватил ту идею. Постойте, подруга пошла этим путем через наше учреждение или еще как-то пошла? Еще как-то пошла. Я дрессировала лично муж, но она слушала вас. Ее муж. Ее муж. Это лучше. Друзья у нас. Это лучше, чем чужой. Вот, в общем, она слушала вас на YouTube, рекомендовала и сказала, что я вот просто слушаю, а ты можешь на курс, как бы подумай. Опять же, все меня так вдохновляли, ну подумай, ну подумай, ну что тебе стоит? Давай. Ну ведь что же, я отказываться буду от возможностей. В этот момент шла речь о том, что если работа найдется где-то, то вы все туда сорветесь все вместе или все-таки как-то вот об этом даже речи не было? В Нью-Йорке на самом деле много работы. В Нью-Йорке очень много работы, и чем дальше, тем больше. Там Google целый блок занимает. Но понятно, что Google это как бы предел мечтаний, куда стремиться, а в целом ее очень много. И появляются новые компании, стартапы тоже в Нью-Йорке сейчас, прям много всего. Речь была такая, что найдешь здесь, окей, здесь. Если у мужа появились бы большие возможности, как в сущности вышло, то давай рванем туда, где они у меня будут. Ну и у тебя, соответственно, это же в той же самой сфере, они появятся. Открытость очень важна. Вот я просто, я, ребят, я первый раз слышу эту хохмочку, все, значит, вместе с вами я слушаю и реагирую. Поэтому мне иногда говорят, что я там перебиваю, может, лишний раз, но я же просто живо, по-живому реагирую. Я же не то, что там три раза прослушал, и там у меня записано где-то. Так вот, я хочу сказать, что когда люди открыты, когда они оставляют много путей, у них есть цель, и они не зацикливаются на пути. Тогда они достигают цели, что путь находится всегда. Когда человек уперся в путь, то уже цель уходит на второй план, и уже ни цели, ни пути, вообще ничего нет. Одни расстройства. Поэтому это очень интересно. Я вот просто комментирую по ходу. Значит, муж говорит, иди на тестера учись. Да, иди учись. Почему нет? Давай попробуй. Тем более, у тебя это получается. Действительно, с определенного момента мы с ним заметили, что все поломки, все баги, все просто липнет к моим рукам. Привожу пример. Летим в Россию проведывать родителей. Садимся, собственно, в наш Боинг, так сказать, ну, конечно, не наш личный, но летим, значит. Значит, они включают эти экранчики, да, на спинках сидений и начинают смотреть фильм. Включая экранчик я, а мне сразу лох с ошибками вываливается. А вот это у нас эра, а вот это вы не посмотрите, а вот это у нас не работает, а вообще все даун. Ну, я как бы говорю, а куда это зарепортить-то можно? Конечно, если это все происходит, то что с этим делать? Муж мне говорит, ну, вот ты видишь, ну, это же твое, ну, оно же тебя само находит. Ну, что ж ты, боже мой? И тогда вот в тот момент, там, шесть тысяч над землей, я поняла, что, ну, да, наверное, раз оно меня само находит, то что ж я от него бегаю? Зафотографировала это все, отправила в Твиттере, как бы компании, авиакомпании. А в Твиттере? Да, они сказали, да, приносим извинения, у нас вот такое вот случается, извините, пожалуйста. А, не то, что сейчас будем чинить. Относительно будем чинить, ничего сказано нет. Есть люди, я хочу сказать, ну, в данном случае это второй пример еврейского счастья, а, значит, все ничего, а ей повезло. Но есть люди, которые так между делом, походя, они так тыр-пыр и в такие проблемы влезают, которые вообще никто не увидел. Вот есть какой-то такой талант, влезь куда-то. В данном случае она просто пользовалась, ничего такого она не имела в виду. Хэппи-даф проходила, ничего такого. Да, ну, хэппи-паст, слава богу, уже. И программисты тестируют. Ладно, значит, итак, пошли вы учиться в октябре прошлого года. Соответственно, вы должны были закончить ноябрь, декабрь, день в январе вы закончили. Да, в начале. А, ну, правильно, мы же 26 января новую группу начали, где-то вы в конце января закончили. Давайте такой вопрос. Вот эти три месяца, что вы учились, у вас было ощущение, что вы так легко подхватываете? Или что-то как-то было не так просто? Вообще, каково это в онлайне учиться? Вот, кстати, очень многие спрашивают. Вот я недавно отвечал на вопрос, в чем разница между этим и этим. Я могу сказать со своей стороны, что в онлайне половина студентов, их там было, может быть, 100 человек у нее в классе. Да, 100 с чем-то. 100 с чем-то. Из них половина даже не сказали, дайте мне резюме. Ничего себе. Да, они массово перешли на прослушивание следующего захода, потому что они могут повторять сколько угодно этот класс. И они говорят, мы еще послушаем. И они пошли в следующую группу. Это массово происходит. Некоторые уже там 5 раз слушают. Но я что хочу сказать, что было человек, может быть, с десяток, которые нашли работу еще до конца курса. Да, были. Это вы тоже в середине? Нет, я не в середине. Вот есть такие активные, они в середине курса уже пошли на маркет и все это такое. Что нужно, чтобы в онлайн-классе быть успешным? Вот с вашей точки зрения, раз вы уже успешны, вот что за этим стоит? Мне кажется, стоит гораздо больше мотивации, которая должна быть не только внутренней. Да, что вот я хочу этого, я к этому стремлюсь как-то вот из своей души. Должна быть еще мотивация внешняя. Все-таки я считаю, что без нее как бы совсем при нуле так какого-то подстегивания из мне, наверное, это будет сложнее. Это возможно, конечно, но будет сложнее, на мой взгляд. Вот у меня была эта идея, что как бы, ну что, муж, мы с тобой будем доделать наш стартап? Или мы не будем? Или я как-то применю свои эти скиллы где-то еще? У меня это висело надо мной, хотелось как-то это закрыть. Понять либо это, я этим занимаюсь, либо я продолжаю где-то еще. То есть был какой-то такой пуш, что ли, извне. Кроме этого еще... То есть муж был внешним фактором, который стимулировал. И друзья еще тоже, которые уже этот путь так или иначе прошли или поддерживали просто меня на нем. Есть друзья, которые изначально уже работали в QA, но они прошли, они учились у них там computer science degree, например. Они вот уже в этом внутри живут и рассказывают, как это классно, как это здорово и поддерживают меня в этом плане. То есть какая-то группа поддержки внешняя, она тоже очень нужна. Желательно как бы это все сделать, как говорят, go public, сказать, я вот занимаюсь, я учусь, помогите мне, поддержите меня. Моя подружка нашла сайт, который она когда-то давно сделала для церкви и сказала, протестируй, пожалуйста, а то у нас там donations не приходят. Люди вроде говорят, платят, а вот этот модел у нас, вот как там через PayPal все приходит, вот там у нас не особо работает. Посмотри. Я ей, значит, сделала анализ. Я помню, что это была одна из моих первых таких, что ли, подработок. Я помню, чувствовала, да, глянь, у меня правда не работает то, что она говорит. Я нашла, я нашла баги. Значит, мотивация, то есть надо быть мотивированным и надо. Вы делали так аккуратненько домашние задания или там думали, эй, там завтра сделаю или там, может, вообще там проканает? Я вообще старалась сделать их все время. Не всегда у меня это получалось, я успевала их сделать, но всегда я начинала и файлила баги в Багзилу. То есть что-то я делала, я не могла сказать, что я... В наших проектах вы имеете? Да, да, да. Такой вопрос. Вот вы как студентка сидели там, участвовали. Вы видели, мы же там, у нас там десяток квизов мы делаем, походу делаем их, разбираем результаты. Вы видели, что мало народу участвует? Да, видела. И под конец уже, под конец, наверное, парочку пропустила и я. Но я помню, что я возвращалась к ним потом и начинала кумекать. Так, вот это, значит, что нужно было сделать? С первого, самого первого урока. Вот сто человек в классе. И там говорят, вот квиз, надо сделать. Ответь на десять вопросов. Надо. В следующем уроке мы разбираем, как получилось. Половина не участвует. Половина – это лучший результат в смысле участия, потому что дальше меньше участвует, еще меньше, еще меньше. Там доходит до 25%, там 30% участников, принимающих участие в квизе, из тех, кто, в принципе, пришел в классе посидеть. Потому что они теряют на этом. Они теряют на этом, но это с первого дня. То есть они первые три урока они слушают. Дальше должны определиться, они идут в класс или не идут. Значит, они говорят, я иду в класс. Процентов 25 отсеивается. Остальные идут в класс, платят деньги. И начинается с этого момента. Не очень делают эти квизы, не сейчас. Там этот квиз сделают, я не знаю, там 20 минут. Не то, что там нечего, но это как бы не та работа, на которой нужен вечер. То есть ты можешь справиться за 30 минут. Все-таки получается, что когда человек в классе сидит в реальном, его внешние обстоятельства как бы организуют. Организуют, да. Внешние вот эти рамки, они нужны. У меня была и внутренняя мотивация, и внешняя поддержка. Организующие, направляющие. Я насчет внешней поддержки расскажу случай. У нас училась девочка одна. У нее муж был. Ну, в смысле, замужняя такая была. Вообще ей лет 30 был, на самом деле. Она выглядела как 18. Вообще ей 30-ненького. И, значит, какая-то большая русская партия. А девочка, надо сказать, это вот то, что называется, хэппи кричер. Такой счастливый, такой солнечный зайчик. Технически не могу сказать, чтобы она сильно там что-то ухватывала. Но это было неважно. Это было неважно. Это просто такой солнечный человек. И, значит, и там какая-то русская партия. Это давно было, лет 10 назад. И подходит ко мне ее муж. Такой, с таким вот лицом подходит. Несчастный, хэппи кричер. Very unhappy кричер. И говорит мне, говорит, что, ну она же это, надо работать-то никогда не найдет. Я... Ну ты понимаешь, муж. Я говорю, как это? Она говорит, так это ты. Она говорит, как он сказал. Она говорит, тупая очень. Как так вообще можно? Ты понимаешь, да? Муж. С какой? Да, я говорю, ну послушай, я говорю, она, конечно, не то, что там Эйнштейн какой. Ну так она начнет не с 30 долларов в час, она начнет с 18. И дальше пойдет. Вперед, вперед. Через пару недель она идет на интервью в компанию, которая делает игры для детей. Отлично. Шикарно. Для начала шикарно. Она идет в эту компанию и прямо там на интервью ей дает оффер. Таки да, на 18 долларов в час. На полгода контракт. И она радостная, из машины, ну в смысле оттуда, в машину забегает, хватает телефон, ему звонит, мне оффер дали. Он говорит, а что ты радуешься? Говорит, тебя уволят же в первый же день. Муж. Муж. Да? Потом так. Ну, надо сказать, между нами бывший. Ну тут понятно, почему бывший. Никаких не вопросов. И вот, значит, отивка золота, ну правда. И вот, значит, она полгода проработала на этом контракте на 18 долларов в час. Каждый день, каждый божий день. Он ей говорил, это последняя работа, которая у тебя есть. Больше ты не найдешь никогда и ничего. Вот нельзя. Слушай, я просто вам, чтобы мужа ценила. Да, ты просто. Чтобы мужа ценила. Обязательно. Многие из нас, друзья, ходят недооцененные. Я не о себе лично, но вообще. Хотя, могу я о себе, может быть, так подумать. Короче, полгода. Через полгода она приходит, мы делаем апдейт ее резюме. Она идет на рынок и просит. Вот сколько человек должен просить после 18 долларов, полгода проработав? Ну, окей, 30, 35. Да. Она просит, знаешь, сколько? 12. Он ее так перепугал, что она просит 12. Какой? Что страшно, потому что на 12 долларов работы нет. Ее в природе нет на 12. Это я не знаю, что нужно сделать, чтобы тебе 12 долларов получить. Сейчас в Старбаксе платят 11, если вот идти работать. Это было лет 10 назад. Ну, да. Ну, просто я к чему рассказываю, что, возвращаясь к вам, я вообще вашего мужа сразу полюбил. Вы когда сказали, что он живчик, что он тут нашел, там нашел. Я понял, что это совершенно бесподобный человек. Я уже по вашему рассказу понял. Вот. Ну, хорошо. Значит, возвращаемся к серьезной теме. Серьезная тема, значит, как бы критерии успеха, факторы успеха. Значит, надо быть собранным. И надо держать себя в дисциплине определенной. И это сложно, когда ты один и сам себе предоставлен. Да, абсолютно. Именно так и есть. Потому что начинаются разброты, шатания, внешние обстоятельства, опять же, отвлекают. Друзья приехали, там, не знаю, мама позвонила что-то еще, в России что-то случилось. Ты идешь читать новости вместо того, чтобы садиться тестировать. И как бы вот это же отвлекает очень. Ты потом осознаешь, что, о, опа, полночь, завтра уже это сдавать, или это уже надо было сдать. А я, опс, и не успела. Все-таки вашей деточке уже было лет 7, да? Да, деточке было 7 лет, да. 7 лет. Значит, а как вот деточка, учебу в онлайн, может, вы еще перерабатывали где-то, я не знаю. Ну, как это все? Тяжело, конечно, это все. Потому что сейчас, когда я уже работаю в офисе, да, как бы я приезжаю туда каждый день, и с 9 до 5 меня нет для мира. Да, я там занимаюсь, я там счастлива очень, там занимаюсь всем тестированием, никто меня не трогает, я просто недоступна. Это тоже очень организует, потому что все, это мое время, на которое никто не покушается. А тут объяснить всем, что я вообще-то серьезно сейчас занимаюсь и недоступна в принципе. Вот я учусь сейчас. Это было достаточно сложно. Несколько раз пришлось повторить разным товарищам, что нет, я не пойду сейчас гулять на Манхэттен, нет, ничего не произойдет, нет, ничего не будет, потому что у меня сейчас в приоритете что-то другое. Вот, это надо еще себе же сначала было объяснить, а уже потом другим людям. Так что да, это потребовало определенных усилий на собор. Значит, давайте мы хронологически движемся дальше. Значит, вы отучились, а в это время муж работу нашел здесь, или что? Да, он как раз здесь активно собеседовался, и в Нью-Йорке был большой экшен-экипиш. И я как-то, выйдя на маркет в Нью-Йорке, проговорив, было несколько телефонных собеседований, я поняла, что, наверное, мне стоит пока прикрутить шарманку, потому что сейчас основной экшен у мужа, и мне начинать активно вовлекаться в поиск работы в Нью-Йорке, может быть, просто не имеет смысла, потому что в него придется вовлекаться, в поиск работы где-то еще. Вот, и, в общем-то, так и получилось. Ну, подождите, ну? Ну, в общем, в конце января муж получил оффер от, как говорят, one of the big ones, вот здесь. То есть, практически не успели вы закончить, там, числа 20 января, как муж тут же и получил. Да. Так. Собственно, получил, схватило, говорит, ну, теперь, Наташа, нам надо вообще-то заниматься тем, что мы пакуем квартиру, кошку, и, в общем-то... Ну, big ones – это типа Google, Facebook, такого плана. Да, это LinkedIn, который теперь Microsoft. Да, кстати. Прикупили вместе с вашим мужем. Он тогда добавил некоторые ценности, и тогда уже товар пошел. Товар пошел. Ну, товар просто как горячие пирожки пошел. Хорошо. Ну, то есть, вот, 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 что вы мне скажите. Человек приезжает в долину. В долине все-таки все дорого. Вот сколько вы платите в пол-авто за квартиру? Можно я без прям точных цифр? Да, примерно. Но скажу, что приближается эта сумма, ну, прям к 4 тысячам практически. Я не понял, а за что? А вот сейчас я вам объясню. Нет, что именно это? Это двухбедромная квартира в новом доме. Тубе, о, милая, ту-бедром, Басрумов-2? Да. То есть, это как бы за что? Ну, у нас главная идея за что? Это школьный район, школьный дистрикт. Потому что наш детеныш, мы его хотели сначала здесь отдать в частную школу, которая с квартирой в том скул-дистрикте получалась дешевле, чем здесь просто за квартиру. А там и частная школа, и квартира. И мужу ближе к работе. Но детеныш не поступил в ту частную школу, очень крутые требования, круче, чем на Манхатте. А в какую, в какую вы хотели? А вот сейчас я даже назвать не вспомню. В каком году это? Мы как-то их похоронили в Саннивеле, недалеко от него. Ага. Вот. Туда ходят дети наших нескольких знакомых, и они очень ее рекомендовали, и нам тоже понравилось. Но требования академические, очень высокие. Не хартируют? Нет. Ага. Проблема вот в чем. Наш товарищ, он у нас от природы скорее спортсмен, геймер, и такой вот очень активный. Сидеть и решать 100 заданий за 100 минут, ему дали такой огромный лист бумаги, сотни математических задач, которые он должен для второклассников решить за 100 минут. Поставили таймер, ушли. Это не его ситуация. Ну, на самом деле, совершенно не всем детям это и нужно такое. Ну, как бы да. Я хочу, ребят, вам сказать, что Пало-Алта вообще исторически, вот когда мы сюда приехали 25 лет назад, не было такого, чтобы, могли сказать, вот какая-то школа, она типа Пало-Алтовских. Это был неоспоримый, так сказать, номер один, там супер-дюпер и так далее. Сейчас мы, конечно, там, Лос-Алтас и Купертино очень мощные школы, и по рейтингам, может быть, Купертиновские даже там выше. Китайцы же там, они... Ну, там, да, там много всякого. В Пало-Алта население, половина населения Пало-Алта китайцы. Да, да, да. Но там действительно очень здорово. Там Стэнфордский университет. Да, конечно. А очень много таких вот детишек. Детский профессор. Насколько я помню, по проценту PHD на там тысячу человек населения, Пало-Алта, если там не на первом месте в стране, а там вот где-то в троечке. Однозначно. Да, вот такое место. Поэтому там очень ничего. Другое дело, что жилой фонд ужасный. Ой, да. За сарайчики можно уходить. И если у вас там новый дом, то я скажу так, квартирка, две спальни, так бы стоило три тысячи. Но с учетом того, там где хорошая школа, но с учетом того, что дом новый, это уже четыре. Да, конечно, да. Трых и все. Продолжение следует...